Санкт-Петербургский дом национальности существует уже 2012 год. В нем объединены более 140 национально-культурных объединений и более 40 землячеств. Особое место в этом списке, конечно же, занимает Чувашская национально-культурная автономия, которая очень активно принимает участие в мероприятиях этого учреждения. Чувашское национально-культурное объединение всегда во всех своих самых лучших проявлениях. Вот, например, здесь у нас на обложке «Мы вместе» – это шествие «Бессмертный полк» 9 мая. Всегда Владимир Михайлович со своими и с молодежным крылом, и с людьми более старшего возраста участвует во всех мероприятиях. На Пискаревском мемориальном кладбище мы вместе возлагали венки. На мероприятии «Бал национальности». Опять же, форум молодежный проводили в прошлом году летом. На молодежном форуме вы участвовали на пленарном заседании, которое проходило в Смольном, где выступал мэр нашего города Георгий Сергеевич Полтавченко. Все конфессии были представлены, выступали там. Но и молодежь не отставала. На следующий день очень ярко была представлена молодежь Чувашского национально-культурного объединения и с мастер-классами. И был сделан у вас, был оформлен очень интересно, красиво шатер, где была представлена и вышивка, как девочки там вышивали. Разные поделки были сделаны. И проходило у нас еще мероприятие, это ежегодное мероприятие, которое проходит на нашей лучшей концертной площадке. Это большой концертный зал «Октябрьский», где у нас два коллектива есть у Чувашского объединения. Это и вокальный ансамбль «Порне», и хореографический коллектив «Кевер», которые выступали на сцене большого концертного зала. Радует, что для наших земляков открыты большие площадки Санкт-Петербурга. Это важно для распространения в большом многонациональном городе нашей чувашской культуры. Чуваши не дают о себе забыть. Они очень активны и выделяются своей активностью и как представители общества. Но опять же, как Елена Цинь сказала, что, естественно, зависит от руководителя. Я могу сказать, что в данном случае руководитель является у него хобби, это его та работа, а здесь у него основная работа получается. Потому что то, что они несут и знакомят с самобытностью, и не забывают свои корни, и знакомят жителей Санкт-Петербурга, а так как раньше это было, знаете, как они как бы собирались, как представители, посмотреть свою душу друг друга, то потом своей работой они вышли вообще уже на большую городскую арену, как вы уже слышали, что они участвуют. Но ведь это не то, что мы вышли, там сами для себя поем и танцуем или что-то еще рассказываем. Дело в том, что это ведь знакомятся с ними жители Санкт-Петербурга. И это очень дорогого стоит. Очень большая работа ведется с молодежью. Не все объединения могут похвастаться, что так охвачена молодежь и так активно она участвует в жизни города. И получается, что они являются вот этим соединяющим звеном нашей Чувашии, нашей, я говорю, потому что она вот у нас здесь, и Петербурга. Это очень дорогого стоит. Особое богатство нашей страны, конечно же, молодежь. За последние три года молодежное объединение при Чувашской национальной культурной автономии динамично развивается, пополняясь новыми творческими молодыми людьми. Мариана Медведева родом из Севастополя. Познакомившись с членами молодежного Чувашского объединения, увлеклась нашей национальной вышивкой. Конечно, вот когда Чувашское молодежное объединение организовало мастер-классы, Евгения Николаевна Жачевой в мае они прошли, два мастер-класса, я сразу всех своих учениц позвала, и мы с огромным удовольствием у нее поучились некоторым швам. И уже продолжаем изучение этой вышивки по ее книгам. Вот у нее три книги у нас в коллекции есть, и по ним учимся. В то же время осенью прошло мероприятие в Российском моднографическом музее «День Чувашии». Я как сотрудник музея имела возможность посмотреть в фондах старинные вещи, пояса, и по поясам, которые я там увидела, я смогла определить, что это за техники, потому что техники тоже те же самые, что и у русских. Увлеченная ответственно руководит клубом чувашского языка Екатерина Данилова, который помогает нашим землякам и представителям чувашской национальности других регионов России не забыть свой родной язык и совершенствовать его. И уже почти три года клуб функционирует, действует, собирает не только людей, но также собирает, можно сказать, чувашскую культуру за пределами Чувашии, то есть в Санкт-Петербурге. А в Санкт-Петербурге представители Чувашии не только из самой Чувашии, но и из других регионов России. И это очень хорошо, потому что каждый чуваш, который приехал в Санкт-Петербург из другого региона, у него свое собственное видение культуры, он несет свою, какую-то другую частичку чувашской культуры. И когда мы знакомимся в клубе чувашского языка друг с другом, со всеми, с молодежью, в клубе чувашского языка, что хорошо, приходят не только молодежь, но и взрослые люди. В молодежном чувашском объединении есть свой хореографический коллектив. Ян Федоров, инженер-конструктор космической техники, объединил вокруг себя любителей чувашского танца. Ребята стали посещать занятия систематически, то есть повышалось и качество исполняемых танцев, нас стали приглашать на всевозможные мероприятия. Уже стали узнавать не только о Доме национальности, но и по городу, в принципе. Ну, как будто бы сработало своеобразное сарафанное радио, то, что есть ребята, которые приходят и танцуют. Они этим занимаются не из-за каких-то там призов, а чтобы поддерживать вот этот дух чуваши, заниматься своей собственной культурой внутри города, Санкт-Петербург, казалось бы. Максим Егоров, уроженец Аликовского района Чувашии, никогда не занимался танцами. Но, познакомившись с молодыми людьми чувашской национальной культурной автономии и побывав на репетиции ансамбля «Кевер», стал танцевать. Ребята танцуют. Сначала сказали, приди, посмотри. Ладно, пришел, смотрю. Ну, давай попробуй. Ну, попробовал как-то так. Ну, сначала, конечно, все коряво получалось, но сейчас так, ну, более-менее что-то вывожу какие-то. Ольга Павлова – молодая мама. И потому с воодушевлением организовывает детские праздники. К примеру, новогоднюю елку в Доме национальности, куда приходят дети и внуки наших земляков. Общаться в нашей диаспоре в Чувашске – это очень приятно. И именно для таких мам, больше для мам, чем для пап, потому что папа все-таки ходит на работу, мамам очень не хватает общения. И очень, ну, как бы для меня это важно, как бы организация самого Нового года. И очень приятно нам, мамам, встречаться. Мы все такие похожие. Мы как бы никогда не виделись раньше, но когда мы приходим на детский Новый год, для нас это так приятно. И мы такие как будто родные. И как будто мы сразу все друг друга понимаем. Вот так в атмосфере взаимопонимания и творчества прошли три года деятельности Молодежного объединения Чувашской национально-культурной автономии. Дарья Рогозная – председатель исполкома автономии, координатор Молодежного объединения, подводит итоги этих лет и строит планы на будущее. Мы продолжаем танцевать, выступать на всех чувашских мероприятиях. И не только чувашских уже, в том числе на городских, межнациональных и просто на культурных мероприятиях. Мы уже, можно сказать, постоянные резиденты в Российском этнографическом музее. Нас приглашают на показ коллекцию Ирины Анатольевны Шоновой «Волжская Булгария». Мы регулярно, наши девушки выходят и показывают это все. На других, на молодежной форуме мы активно представляли. В этом году мы сделали даже большое подворье. Вот оно было одно из самых ярких, пожалуй. Много было представлено костюмов, украшений, книги, вышивки, предметы быта. Это все мы своими силами организовываем и демонстрируем людям, какая богатая чувашская культура. Владимир Михайлович Живов, председатель Совета Чувашской национальной культурной автономии Санкт-Петербурга считает Дарью Рогозную своей правой рукой и мотором объединения. А вообще он делает серьезную ставку на молодых людей и очень благодарен им. «Хочется поблагодарить всех, которые занимаются этим любимым делом. Это когда это общественная работа, значит, много времени тратится, значит, раз этому уделяют много внимания, значит, я думаю, все мы любим эту работу. Поэтому хочется мне поблагодарить всех, значит, и дальше, чтобы уже не ранять нам наш уровень, скажем так». Ольга Гурьянова, Юрий Гурьянов, Андрей Орлов. Специально для телеканала ЮТВ из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова